Мама 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 Биф, что ты здесь делаешь? Кот в ответ выгнул спину и заурчал. Папа выключил фонарик и осмотрел двор, освещаемый сумрачным лунным сиянием. Папа, вон там, возле сарая, что это лежит на земле? Давай посмотрим. Папа направился туда. Когда они подошли к сараю, странная фигура вдруг пошевелилась. Но папа не испугался. Он направил на нее луч света из фонарика. — Это мой старый брезент, из которого ты сегодня делал палатку. Его шевелит ветер. Папа пнул его ногой. Джон невольно улыбнулся. — Старый брезент, только и всего. Он не боится старого брезента. — Давай зайдем в сарай и посмотрим, что может прятаться там, — предложил папа, выключив фонарик. Джон пошел за папой. На полках внутри стояли банки с краской, инструменты и коробки. Внезапно Джон остановился. Он услышал какой-то шорох. — Папа! — прошептал он. — Ты слышишь? Папа включил фонарик. Из-за банки с краской на них смотрело маленькое серое животное. — Это мышь! — улыбнулся Джон. Папа посветил фонариком по всем углам сарая. — Видишь, Джон, здесь никто не прячется. На дворе все было тихо и спокойно. К этому времени Джона уже не было страшно. Папа и Джон сели на ступеньки крыльца, слушая, как ветер шелестит листочками на кроне дерева. Наконец папа поднялся и спросил. — Ну что, теперь пойдем в твою комнату и посмотрим, что таится в ней? Джон молчал. Он вспомнил все углы в своей комнате и подумал, что там нет ничего такого, что было бы ему неизвестно. Если папа посветит фонариком в его комнате, то они увидят только его игрушки, книги, одежду. — Нет, не надо! — смело ответил Джон. — Мне уже не страшно. — Я рад слышать это. Папа взял Джона за руку. — Но если когда-нибудь тебе снова станет страшно, повторяй про себя вот этот стих из Библии. «Не убоюсь зла, потому что ты со мной». Он подтверждает, что Бог всегда с нами, и мы не должны бояться. Даже если мы поранимся или умрем, Бог все равно будет рядом, и мы пойдем, чтобы быть с Ним, поэтому нам нечего бояться. «А теперь пойдем в дом», — сказал папа. «Думаю, чья-то кровать ждет, не дождется одного сонного мальчика, чтобы укрыть его своим одеялом». Джон улыбнулся, он был уже готов пойти спать. И ему было все равно, включит или не включит мама-ночник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова